Привет! Сегодня продолжаем знакомиться с продукцией компании Bitex от магазина fatbiker.ru, ссылка на который у нас находится в описании. И могу сказать, что вес у задней втулки с шестью собачками, всего 282 грамма, это очень приятное значение. Прекрасный путь для снижения веса это использование алюминиевых барабанов. Ну, посмотрим, что происходит с алюминиевыми барабанами. Ну, допустим, вот втулочка от DT Swiss, сомнений в качестве производителя нет, но на нем остались следы. Вот такие вот зарубочки. Их оставляют кассеты, неважно от какого производителя, у которых отсутствует паук, в принципе. То есть, о, ничего себе, перья отпыжат моего. Он, кстати, молчит, не хочет мешать мне записывать видео. Извините, я про попугая. Так вот, возвращаясь к вот этим вот кассетам, которые оставляют зарубки, здесь видно, что использовался вариант с пауком алюминиевым только на самых больших звездочках, а маленькие вот оставили следы. Здесь же на данной втулочке предусмотрены вот такие вот стальные вставки. Они не устраняют полностью вот эту проблему, но очень знатно минимизируют эффекты. На сайте fatbiker.ru. На сайте куча барабанов. Вот такие вот HG, то есть шумановский стандарт, кассет, также микросплайн шумановский, также есть HG срамовский. То есть, можно есть из чего выбрать. Также у них есть запчасти для этих втулок в наличии. Куча всяких разных переходников, в том числе и под передние втулки. Кстати, вот она была в прошлом обзоре, она тоже достаточно ледненькая, забыл об этом упомянуть. Различные оси и колпачки под задние втулки. То есть, там, в общем, есть из чего выбрать, есть с помощью чего починить. Ребята не просто привезли парочку втулок и решили их срочненько продать, а они конкретно подошли к вопросу. Допустим, спицы пилар у них в огромном количестве, в том числе и аэродинамической формы. Основной выбор у них на сайте присутствует для спиц J-Band, то есть, под вот такие вот втулочки. Но есть спицы и под прямые втулки, тоже в небольшом количестве. Итак, что мы видим здесь? Мы видим здесь конструкцию, похожую на Novotec. Расставочное колечко у нас сделано между барабаном и корпусом, корпусным подшипником из алюминия, опять же, для экономии веса. Шесть собачек у нас. Собачки не супер злые. Это собачки такие же, как используются во втулках Novotec. Также похожей на Novotec выглядит вот эта пружинка, которая держит все шесть собак, но по факту каждая собачка имеет свою индивидуальную пружинку, причем это не пластинчатая, а традиционная витая. Ну, смысл в том, что ресурс у таких пружинок побольше. Что обеспечит более надежное зацепление собачки с храповым барабаном? Зацепляются собачки по три, то есть три штуки в один щелчок, три штуки в другой щелчок. Это на алюминиевых барабанах. Также для 207 втулки с остальным барабаном есть вариант зацепления, где все шесть собачек будут входить в храповое кольцо одновременно для надежности. Использован отдельный пыльник на жесткой, наверное, стальной рамке. Здесь пыльничек тоже у нас присутствует, вот этот пыльник мне нравится больше, потому что он такой нервненький, то есть он будет закрывать от пыли грязи, возможно даже напора воды, потому что он идет от центра, то есть он не в корпус впрессован и уплотняет ось, а он идет от оси и закрывает подшипник. То есть прям тут вот этот пыльник мне очень нравится по своему качеству, по своему исполнению. Подшипники у нас тайваньские, TPI. Уплотнение у них стоит LU, размер стандартный 6902. LU это чуть более плотные подшипники, но за счет того, что они малюсенькие, крутятся они прям вот легко. У нас здесь стоит вообще малюсенький пыль подшипник, то есть он меньше, чем наружный, не такой мощный, но это сделано для того, чтобы вот в этом месте обеспечить доустаточную толщину. Основная нагрузка у нас основное давление при разгоне идет в каждую собачку и вектор силы направлен примерно вот сюда. В китайских втулках некоторых, которые страдают тем, что пережимают подшипники, когда подшипник сидит под непосредственно собачками, бывает такой эффект. Новотек допустим такую конструкцию не используют, они топят вот этот подшипник туда глубже. А когда китайцы делают слишком тонкую вот эту зону и при этом используют собачки, вот здесь сделана собачка с очень большим радиусом. У китайских втулок не помню каких, то ли ЗТТО, то ли... В общем встречалась конструкция, можно посмотреть обзоры, у меня памяти, к сожалению, короткая. У них очень маленький радиус вот этой собачки и очень маленькая толщина вот в этом месте. Получается, что собачка с маленьким радиусом, она очень быстро продавливает алюминий и пережимается подшипник, он начинает ходить рывками. Здесь сделано... Ну, здесь постарались от этой проблемы уйти, используя вот эту большую новотековскую собачку и достаточное количество мяса. Остальная конструкция, в принципе, такая же самая, как у новотеков. То есть, такая же ось прям вообще... Ось прям, честно скажу, выглядит вообще один в один. Как будто я новотек сейчас разбираю. 6902, ну, то есть, достаточного размера подшипники с двух сторон использованы. Уплотнение LU. Крутится она достаточно неплохо. Втулочка с проставочкой. Кстати говоря, по ощущениям, эта втулка крутится даже чуть-чуть лучше, чем передняя, потому что... Потому что у передней, видимо, подшипники с более плотной резинкой, ну, больше диаметра, из-за этого сопротивление резинок более ощутимое. Но при этом хочу заметить, что вращение подшипников, что вот в задней, что у передней втулок, оно плавное, без рывков, без закусываний, потому что встречался нередко с таким моментом, допустим, втулки Goldix, да, которые хорошо разрекламированы, мне они в том числе нравятся, но у них подшипники используются очень нежные и попадались мне в руки экземпляры, у которых уже с завода чувствовались небольшие такие, ну, рывки, постукивания, с которыми уже ничего не сделаешь, придется кататься. Сборка, соответственно, такая же простая, накинули барабан на ось, не забыли про ставку между барабаном и корпусным подшипником, прокручивая в обратную сторону, запихнули это все и колпачок закрутили. В принципе, что, жизнеспособная конструкция должна быть не хуже, чем Novotec, и повторюсь, что стоят здесь у нас железочки, чтобы не бился барабан. Если нужно что-то заметно более прочное, то на сайте есть версия с остальным барабаном, шесть собак одновременно в зацепление заходят и с остальной осью, и вся эта конструкция там будет на шести промах, кстати, правильно читается это дело байтокс, уж простите, и система называется антибайт, которая с алюминиевым барабаном и вот такими вставками, которые впрессованы, а не вклеены к шлицам этого ажи барабана. То, чего не хватает многим магазинам, интернет-магазинам, это хороший набор фильтров для того, чтобы удачно и удобно подобрать себе втулку быстро. Поскольку у ребят ассортимент здоровый, вот они правильно сделали, что на бумажку мне распечатали и показали, что все действительно можно легко подобрать. Количество спиц, ты точно знаешь, сколько спиц у тебя в ободе. Тип барабана, ты точно знаешь, какую кассету ты используешь, вот они все четыре типа, которые у них есть. Ширина задней втулки, ты тоже самое знаешь, какая у тебя рама и можешь спокойно выбрать. Тип крепления ротора, тоже знаешь, я об этом рассказывал в видео про переднюю втулку. Тип спиц, прямые либо j-band, ну и цвета. Мне написали ребята, что у них только черные втулки, но на самом деле я так бегло проскакивал по сайту footbiker.ru и видел там не только черные, красные, синие тоже были вполне себе. В общем, заглядывайте, ссылочка находится в описании. И большое спасибо магазину за то, что как раз столетие этих втулок прислали мне непосредственно втулки от производителя для того, чтобы я мог с ними познакомиться. Честно скажу, обе втулки мне в принципе понравились. Я передние так вообще, особенно то, что у них в наличии есть втулочки сразу под Torque Cap, то есть ты сразу ничего не надо перетачивать, сразу качественная конструкция, берешь и пользуешься. Пока я у других производителей на такое не натыкался. Я не говорю, что ни у кого другого этого нет, но я не встречался. А тут прям в наличии, поэтому прям советую заглянуть, особенно если ты владелец вилки RockShox. Задняя втулка в принципе не уступает каким-либо новотекам, которые действительно уже являются в принципе народными и проверенными. И звучание у них от новотека отличается. Оно более такое явное, яркое, более что ли, не сказал бы, что более звонкое, потому что колесо еще не собрано спицами и ободом, все это будет звенеть. Так, более что ли, приятно. Но щелчки, они отчетливые. Это достигается как раз за счет той системы из двух пружинок. Одна основная и каждая собачка индивидуально подпружинена именно витой пружинкой. Что в принципе, да, четкое зацепление, даже несмотря что три по три. 11 скоростей, да, вещь нарисована. 12-скоростные кассеты сюда тоже без проблем встанут и 13-скоростные тоже. А вот это колечко, на самом деле, как и у других брендов, в том числе у новотека, ставится под любой тип МТБ-кассет и снимается она только для установки шоссейной кассеты на 11 передач. То есть шоссейная на 11 используется уже без вот этого кольца, потому что шимановская шоссейная 11-скоростная кассета сделана длиннее, чем все остальные МТБ-шные кассеты. МТБ-шные кассеты, повторюсь, ставятся с этой штучкой. Она у нас... Из чего она сделана? Дайте-ка я обмагните-ка ее постучу. Она у нас, к сожалению, стальная. Ужасно. Как можно было добавить столько веса? Грама 2, наверное. Пока.